В юридическом институте правового администрирования Саратовской государственной юридической академии состоялось открытие выставки под названием «Молчаливая революция». Экспозиция подготовлена миссионерским отделом Саратовской епархии при участии службы поддержки беременных женщин в сложной жизненной ситуации при свято-пантелеймоновском больничном храме Саратова. Эта выставка довольно наглядно показывает и доказывает неповторимость и уникальность человеческой жизни. Руководитель епархиального отдела по миссионерскому служению священник Дионисий Каменщиков четыре раза в неделю рассказывает студентам разных курсов юридического института об истоках и трагических последствиях отказа от деторождения. Мы здесь единогласно с Российской академией наук говорим о том, что жизнь человека начинается именно с его зачатия. Не с его рождения и не с какого-то месяца беременности, а с его зачатия. И большая проблема в том, что он на каком-то этапе еще не защищен. И еще, если, например, взрослого человека кто-то захочет хотя бы даже убить, а если, не дай бог, его убьет, это будет преступлением, то почему-то в отношении ребенка этот закон не действует. То есть закон его начинает защищать лишь с какого-то срока беременности. А мы говорим о том, что жизнь священна и неприкасаема именно с ее зачатия. Третьи курсники в ходе лекции начинают активно вступать в диалог. Молчаливая революция прошла незаметно, в отличие от других переворотов, но оказалась самой кровавой, поэтому выставка называется так. В 20 веке в общественном и личном сознании в нашей православной стране России, да и в большинстве стран мира, произошел перелом. До 20-30-х годов в нашей стране рождение детей рассматривалось как благодать, благословение семьи и брака. Счастливой считалась многодетная семья. Беседуя со священником, молодые люди задаются философским вопросом, что делать и как повысить уровень нравственности в нашем обществе. Конечно, не могут не шокировать статистические данные, которые приводятся на этой лекции. По некоторым оценкам, ежегодно в мире от одних только абортов погибает, не родившись на свет, около 60 миллионов человек. Эти страшные цифры сопоставимы с потерями воюющих государств во время Второй мировой войны и даже их превышают. Тема актуальная, вопросов, конечно, много. По мере поступления будем решать, конечно. Это плохо, что молодые люди сейчас, наверное, делают аборты, потому что все-таки семья – это первая, это самое главное, первая ценность, наверное, самая главная в жизни. Я для себя, конечно, много чего выяснил. Мировоззрение, можно сказать, тоже поменялось. Я много чего не ожидал услышать, но все-таки услышал. Буду пытаться реализовать себя как-то тоже, принимать в внимание советы, которые мне сегодня давали. Экспозиции построены в достаточно жесткой эстетике и наглядно показывают, что такое аборт и так называемая контрацепция. Представлены орудия труда врачей. Они стали в 20 веке средством самого массового уничтожения. С их помощью было убито больше людей, чем любым другим – стрелковым, ядерным или огнестрельным оружием. Экспозиция будет открыта для посетителей до 12 апреля. Продолжение следует...